Друзья, всем привет! Такие перья можно применить для украшения интерьера в скандинавском стиле или в качестве брелка. Можно листьями и перьями украсить новогоднюю ёлку, сумку, смастерить медальон, заколку или украсить ловец снов. Расцветка пера может быть самой интересной. От постельно-бежевых до серебристо-золотистых тонов. Пёрышки получаются лёгкие, невесомые, а делать их одно удовольствие. Мне понадобятся нитки, ножницы, любая коробочка или картон. Отматываю столько нитки, какую длину пера хочу получить в итоге. Фиксирую нитку при помощи скотча к столу. Затем нить смотка обматываю вокруг картонки. И разрезаю с одного конца. Таким образом я получаю сразу много одинаковых нитей. Первую нить, сложенную вдвое, располагаю снизу главной нити. Вот так. А вторую нить в обратном направлении сверху. Вот, получились две петельки, которые смотрят друг на друга. Только одна петелька снизу главной нити, а вторая петелька сверху. Осталось продеть концы нитей друг в друга. Завязываем узелок. Следите за тем, чтобы главная нить не перекручивалась. Второй ряд делаю наоборот. Первую нить располагаю сверху, а вторую снизу. Аналогично, как и в первом варианте, продеваю концы друг в друга. Затягиваю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так вяжу до необходимой длины. Один ряд в одну сторону, другой ряд в другую. Кажется, что долго, а на самом деле это очень быстро. Для одного перышка хватает всего 20 рядов. Для того, чтобы не запутаться, я сразу раскладываю нити в таком порядке. Снизу, сверху, снизу, сверху. И останется продеть просто петельки других ниточек. И так будет проще. Не прошло и 10 минут. Плетение подходит к концу. Осталось 4 ряда. Плетение готово. Каждую ниточку раскручиваю при помощи пальцев или иголки. Готово. С помощью расчески для шерсти животных расчесываю нитки. Можно это попробовать сделать и при помощи обычной расчески. Вот получается вот так. Такое легенькое перышко. Если нравится такое перышко, можно его оставить так. Или при помощи ножниц придать ему определенную форму. Складываю перышко вдвое и аккуратненько вырезаю. Так будут стороны одинаковые. Посмотрите, какое оно легкое и красивое. Очень красивое. Оно просто невесомое. Расправляю. Смотрю форму. Если все устраивает, оставляю так. Как накрахмалить перышко. 2 столовые ложки крахмала я заварила на литр воды. Поливаю перышко. Промакиваю его аккуратно со всех сторон. Держу тарелку под наклоном. И очень аккуратно убираю лишний крахмал. Сразу нужно смоделировать форму пера. Потому что оно потом застынет и так и останется. Поэтому сразу подправляем все то, что нам не нравится. Я решила края загнуть. Делаю я это просто рукой, пальцем. Вот таким способом. Оно так выглядит более реалистично и естественно. После того, как вы убедились, что вас все устраивает, перышко нужно высушить. Его можно оставить высыхать естественным способом. А можно ему помочь подсушить феном. Можно посыпать перышко блестками, пока оно еще влажное. Пёрышко нужно снять с тарелки. Аккуратно разложить его на ткань. Сверху накрыть еще одним слоем ткани. И погладить горячим утюгом. Вот такое пёрышко получается. Пёрышко держит форму. И теперь намного проще подровнять края. Такой вариант мне нравится намного больше. Блестки не обязательно. Как еще можно украсить пёрышко? Его можно покрасить при помощи обычных теней и кисти. Набираю на кисть сиреневый цвет. Аккуратно наношу на пёрышко. Стараюсь делать переходы как можно плавней. Серединка будет самая темная. Затем плавный переход в нежно-голубой. Старайтесь плавно растушевывать тени. И тогда получится переход примерно вот такой. В дизайне интерьера эти листья или перья смотрятся очень легко, воздушно и непринужденно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...